Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Оксана Галаган. Но я сегодня не буду разоблачать какую-нибудь телепередачу. Я разоблачу подготовку к свадьбе. Как сделать бюджетную свадьбу? Вообще, это всё не только с моего опыта, и с множества-множества видео, интервью, которые я пересмотрела до свадьбы, после свадьбы, опрашивала всех. Вообще, моего опыта снимания видео. Я когда-то давным-давно ещё занималась видеосъёмкой свадеб. Но организация моей свадьбы была очень быстрая. Мы организовали свадьбу за неделю. Поэтому мы просто физически не могли сэкономить, поскольку у нас всё было срочное. Но я многому научилась в этом процессе, и поэтому могу поделиться с теми, кто хотел бы самую экономическую свадьбу. Во-первых, это обман, что зимой и в будний день свадьба дешевле. Возможно, если вы будете долго искать ресторан, и выберете самый неходовой день, возможно, будет дешевле. Но в основном у всех одинаковая ценовая политика. По крайней мере, в моём городе так. Потому что ходовое время всё время. На Новый год корпоративы, на феврале встречи выпускников, весной там есть вот этот свадебный день, который очень там полезен. Осенью вообще свадебный сезон, так же, как и летом. Поэтому сказать, что дешевле, ну, попробуйте. Сейчас очень модно экономить на свадебных аксессуарах. Не украшать бутылки, не украшать бокалы, не украшать жениха с невестой, не бутоньерочки. В принципе, если вам это лишнее, тогда можете на этом сэкономить. Также об украшениях зала. Самый экономический вариант – это всё-таки прийти в тот зал, который вам нравится украшенным. Именно за счёт заведения, и это входит в стоимость банкета. Вот вам нравится, как он украшен? Тогда берите. Это не вопрос. Это самый дешёвый вариант. Ну, дорогие декораторы иногда рекомендуют. Вот вам подарили на росписи букеты. Их много в основном. И вы эти букеты сдаёте декоратору. И декоратор, пока вы фотографируетесь и от времени росписи до самого банкета, он быстро украшает зал. Есть такой вариант экономии. Но если вы уже нанимаете декоратора, то экономия здесь и не пахнет. Ещё говорят, есть дешёвый вариант заказать платье в интернете. Я, конечно, не пробовала это. Но если у вас идеальная фигура, и вам любое платье подойдёт, тогда вы можете заказать его в интернете. Даже на том Алиэкспресс, говорят, хорошее платье. Попробуйте. На чём мы экономили? Сейчас на этом много кто экономит. На видеосъёмке и на фотографии. Мы заказали фотостудию. Дальше, поскольку я сама снимаю, то много чего поснимала я. Ну, такая активная невеста. Ну, вот так. Видеоклип, кстати, тоже делала полностью, монтировала я. Посмотрите. Ещё мы так сэкономили. Вроде как и запечатлеть хочется, и на профессиональную съёмку тоже тратиться не хочется. Мы сделали видеоблог. Это и память, и видеосъёмка. И она не нуждается в том, чтобы она была профессиональной. Это как раз ваши душевные переживания. Они запечатлены, и это классно. Обязательно, если вы не заказываете видеосъёмку, выделите тогда человека, который будет снимать на телефон. Это может быть какая-то вторая дружка, или там свидетель, который не задействован в конкурсах. Но обязательно, чтобы вам просто на память что-то осталось. И желательно, чтобы всё. Самое важное для девушки – это её внешний вид. Я бы не советовала на этом экономить. Но если уж очень нужно сэкономить, тогда, кроме как платья в интернете, я бы ещё посоветовала взять туфли, купить в секонд-хенде. Можно найти хорошие, недорогие туфельки. Прическу сделать самой, порепетировать и сделать гульку. Почему гулька? Потому что к ней хорошо крепится фата, к ней хорошо крепится и корона. Но это моя фишка, я обожаю короны. Девочки, многие, наверное, не любят, уже сейчас не модно. Ну, а мне всё равно. Я люблю не так, как модно, а так, как мне хочется. Гулька – самый хороший вариант. Она эстетичная и делается легко. Если вы не умеете, посмотрите моё видео на канале, есть такой вариант. А, ещё на чём можно сэкономить – это на кортеже. Просто не надо кортеж, не надо заказывать. Самый дешевый вариант – это вообще ездить на такси, но его надо будет бронировать. Это самый дешёвый вариант. Можно попросить кого-то со знакомых, чтобы он возил вас. Тоже неплохо. Да, не делайте свадьбу так, как мы. Не делайте её в кратчайшие строки, потому что тогда вы просто не сможете сэкономить. Потому что в экстремальные строки вы ничего дешёвого не найдёте. Но если вы хотите сберечь свои нервы, нервничать их можно меньше, тогда да, тогда вам строк в неделю и раз, и прошло, и как забыл, но всё хорошее осталось в памяти. А ещё вот этот есть прикол, ходит в интернете, типа «Самая большая глупость – брать кредит на свадьбу». Или ещё говорят многие девушки, «Вот, если бы у меня были деньги, я бы куда-то съездила, я бы ни за что не делала свадьбу». Какой абсурд! Если бы у тебя были деньги, ты могла бы сделать свадьбу, а потом на подаренные деньги куда-то съездить. Как бы всё логично. У нас, например, свадьба окупилась. Слава Богу, спасибо моим гостям. И если вы хотите, чтобы свадьба окупилась, ну не делайте её суперогромнейшую, не делайте её супердорогую. Примерно рассчитайте, какого финансового положения вашей гости, и тогда она окупится, и тогда можно будет и свадьбу сделать, или куда-то съездить потом. Или же, если вы берёте кредит на свадьбу, просто его вернуть после свадьбы. У вас сумма выходит в худшем случае в ноль, ну ладно, там в минус тысячу или там две. Ну уж ради такого торжества. И зато это было в жизни. Как по мне, это абсурд. Не брать кредит, не делать свадьбу. Напишите мне в комментариях, неужели есть действительно девушки, которым свадьба не нужна. Но те девушки, которые уже встретили и счастливы с этим партнёром. Потому что когда ты ещё никого не встретила, то, конечно, тебе свадьба не нужна, и никто тебе не нужен, ты такая вся гордая. Обязательно. Даже если у вас бюджетная свадьба, нужен ведущий. Обязательно. Пускай не профессиональный, хотя и с этим я тоже поспорю, потому что, ну, это один из самых важных пунктов на свадьбе. Даже не так важна еда, как ведущий, потому что, ну, еда, ну, всякая бывает, атмосферу люди запомнят. Но это моё мнение. Ведущий нужен в любом случае, даже в самой-самой бюджетной свадьбе. Пусть ведёт ваш отец, пусть ведёт какой-то знакомый, пусть ведёт, там, боярин, или как дружок. Как напишите правильно? Свидетель. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на звоночек, и до новых встреч!